Коллеги, рядом со мной Наталья Кузенкова, это спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Я представляю Алюминиевую Ассоциацию. Мы объединяем в секторе товаров народного потребления и упаковки всех производителей алюминиевой, гибкой, жесткой, полужесткой упаковки. И цели нашей Ассоциации это популяризация применения алюминия и расширение его применения. Наверное, самыми яркими событиями применения упаковки, пищевой упаковки из алюминия в пищевой промышленности являлись такие события знаковые, как упаковка вина в банку. В прошлом году у нас компания «Союз Вино» выпустила вино в банке. И это, наконец, история мировая, которая достигла российского рынка. У нас упаковывают воду в банке теперь, наконец. И это тоже хорошая история. А пандемия сильно перераспределила спрос на российском рынке на разные виды упаковки. В тренде это перерабатываемая упаковка. Все мы знаем, что банк чемпион утилизации. Соответственно, спрос на алюминиевую тару для напитков вырос в разы. Все это приводит к тому, что наше население заботится не только о потребляемых продуктах, но и об упаковке. И этот тренд становится важен. Поэтому мы рассказываем о том, где можно найти поставщиков, какие поставщики существуют, кто производит в России, кто нет, какие могут быть проблемы с дальнейшей утилизацией этой упаковки, есть ли такие проблемы по нашей упаковке или нет. Мы можем выстроить цепочки. Все прекрасно знают о гибких материалах на основе фольги, что, наверное, фольга не перерабатывается. Так это миф, это заблуждение. Фольга прекрасно перерабатывается. Просто у нас вопрос собираемости. Основной упор, который должен быть сделан в рамках реформы РОП, так называемой, расширенной ответственности производителя, это упор на раздельную сортировку и на собираемость. То есть правильная сортировка обеспечивает переработку любых алюминиевых упаковок, будь то банка, будь то алюминиевая фольга, либо любой пакет из нее. Здорово. Я об этом не задумывался, но я понял, что когда я смотрю на YouTube интересные каналы про DIY, из алюминия делают огромное количество интересных вещей для дома, из пластика ни одного. Только очумелые ручки, но это в прошлом. Давайте немножко расскажем о бизнес-сессии. И какие-то были жаркие споры, были какие-то прям дикие дискуссии, или все же все было очень мягко и все смотрят в одну сторону? Дело в том, что основное то, что взрывает рынок упаковки, это преддверие 100% норматива утилизации. То есть ответственность производителя товара в упаковке лежит за всю выпущенную в обращении товар в их упаковке. Будь то напитки, будь то шоколадки, будь то кофе. Соответственно, до сегодняшнего момента норматив 20%. Со следующего года проектируемый норматив 100%. И все это приводит к мысли о том, и платежи становятся значительными, и к сбору становятся значительными, и побуждает наших производителей товаров ответственно подходить к выбору упаковки. В этом плане всегда в части перерабатываемого материала. Мы можем говорить о том, что алюминий перерабатывается бесконечно. Даже существует теперь знак рециклинга на русском языке. Металл перерабатывается бесконечно. И я всегда призываю маркетологов очень ответственно подходить к моменту выбора материала, перерабатываемый или нет. То, к чему нас двигает государство, это к сокращению количества отходов на полигонах, а это половина упаковка. Больше половины упаковка по объему может представлять. Поэтому очень важно выбирать материалы, которые либо перерабатываются, либо содержат мало исходного материала. Они легкие, как, допустим, гибкие материалы на основе фольги. И также подвергаются последующей переработке при правильном сборе. Также наше министерство не дает нам скучать. Выпускают перечни материалов, которые рекомендованы к использованию. Перерабатываемые существуют технологии переработки или не существуют. И такие тренды могут подвигать к тому, что экосбор на неперерабатываемые виды упаковки может стать непомерно высоким. Поэтому мы должны думать на два шага вперед и смотреть в сторону и новых материалов, и находить новое прочтение существующим упаковочным материалам. Для того, чтобы количество отходов было минимальным, свалки не росли, и мы были ответственными производителями продуктов питания и ответственными потребителями продуктов питания. Добавить абсолютно нечего. Надеюсь, что и наши слушатели присоединятся к тому, что нужно, чтобы все сортировалось и при этом перерабатывалось. Тем самым мы уменьшаем отходы. И надеюсь, все игроки рынка к этому тоже прислужат. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.